В микроавтобусе находилось 18 человек. Пострадали 10 пассажиров. Между тем, водитель маршрутки только с начала этого года уже больше 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Надежда сегодня по центру в Мотологической больнице. На том злополучном рейсе девушка возвращалась домой. Водитель пошел на обгон, скорость была превышена и по правой стороне маршрутку начала заносить в разные стороны. Потом маршрутка перевернулась и протащила на метров 10 нас по асфальту. Начали разбиваться стекла, были оторваны сидения, как бы крики людей, кровь. Ну страшно было очень. После страшного ДТП, говорит Надежда, она больше пользоваться общественным транспортом не будет. Жизнь дороже. Маршрутку уже буду исключать. Ну как бы страшно уже. Боюсь, на маршрутке больше ездить не буду. К сожалению, исключить общественный транспорт из своей жизни под силу немногим. Не у каждого есть личный автомобиль или возможность ежедневно передвигаться на такси. Вот и приходится, говорят люди, рисковать. Были бы они новые и водители нормальные, то можно было ездить, а так. Всегда с опасками, особенно если стоя они возят. Так стараемся аккуратно сидеть и просим, чтобы возил аккуратно. Гоняют, что сказать. Конечно, ездят быстро. Буквально за 10 минут можно доехать с Белого Яра. Ну я надеюсь, что какие-то меры предпримут по отношению к водителям. Происшествие, которое и произошло 20 марта, к сожалению, далеко не первый случай, когда от маршрутки страдают люди. Вспомнить хотя бы ДТП начала ноября прошлого года. Тогда на нерегулируемом пешеходном переходе на бульваре Свободы водитель 31 автобуса сбил пенсионерку. Женщина скончалась на месте. Тот инцидент вызвал ажиотаж в Сургуте. В поисках контролирующих эту отрасль органов мы выяснили, администрация города на перевозчиков повлиять не может. Дело в том, что надзор за транспортниками попросту вне компетенции чиновников. Они, по сути, только утверждают маршруты. И на этапе конкурса проверяют техническое оснащение автобусов. По кадровому составу верят на слово предпринимателю. Мы это отслеживаем только в момент конкурса. Когда конкурс организовывается, нам предоставляет организация документации. Мы выезжаем обязательно, комиссионно выезжаем, где проверяется наличие медицинского кабинета, наличие технических мастерских и так далее. И они же дают нам информацию о своем кадровом составе. Ну вот, по сути, все. Потом их взаимоотношения с ГИБДД. А вот взаимоотношения ГИБДД и водителей маршруток достаточно плотные. Сотрудники отдела технического надзора автоинспекции регулярно проводят контрольные рейды. Например, за этим микроавтобусом полицейские ехали половину маршрута. Буквально за полчаса выявили три нарушения ПДД. На улице Меликарамова, 96. Говорит, еще запрещаешь сигнал светофора, вы начинаете движение. Как? На желтый светофор уже я на середине был. Как я могу? А на желтый тоже запрещено движение. Я вас вообще не понимаю. Зеленый я тронулся там вместе с машинами. Порой в маршрутках сотрудники ГИБДД не могут найти огнетушителя, знака аварийной остановки и аптечки. Вещи при ДТП, конечно, крайне необходимые. Но, видимо, места много занимают. Вообще, полицейские резюмируют. За сутки сотрудники ГИБДД выявляют около 15 нарушений, совершенных водителями микроавтобусов. В основном, это проезд на красный сигнал светофора, пренебрежение правилами перевозки пассажиров. А наказание за эти фривольности несопоставимо с масштабом возможных последствий. Всего лишь штраф до полутора тысяч рублей. Нарушают, кстати, зачастую водители-мигранты. В основном, по незнанию российских правил дорожного движения, которое, как известно, от ответственности не освобождает. Во многом, поэтому к иностранцам за рулем в скором времени требования ужесточат. Лица, которые являются гражданами другого государства, обязаны будут поменять свои иностранные водительские удостоверения на удостоверение российского образца с 1 июня 2015 года. Вопрос лишь в том, сможет ли это гарантировать безопасность людям, которые каждый день пользуются общественным транспортом. Пожалуй, вряд ли. Ни смена документов, ни повторная сдача экзаменов ГИБДД не повлияет на сознательный выбор водителя, нарушать или нет. Постоять в своем ряду пару минут или пойти на запрещающий обгон. Необходимы жесткие меры в отношении транспортных предприятий. Например, занесение в черный список компаний, которые часто попадают в поле зрения сотрудников ГИБДД, потеряв маршруты и, соответственно, деньги, бизнесмены задумаются, наконец, о правильной кадровой политике. В любом случае, это лишь рассуждение на тему. Нашей героине Надежде остается лишь надеяться, что в скором времени ее выпишут домой, как и еще семерых пострадавших, которым, к слову, требуется врачебная помощь. Светлана Стебенькова, Вячеслав Шаркунов. Специально для телевизионного обзора новостей.